Всем привет! Меня зовут Денис и вы на канале DennyHell. Сегодня я вам хочу показать игрушки, которые купил для сына для игр в бассейне и в песочнице. Что же, давайте начнем. Начнем мы, пожалуй, с такого пластикового крокодила, у которого в животе есть моторчик. И когда его заведешь, этот крокодил должен плавать в воде. Пока он очень активно плавает у нас в ванной. Еще я вот купил вот такую вот лодку подводную с интересными такими отверстиями. Плавает она, кстати, тоже очень хорошо, когда заведешь. Просто покажу, как это на воздухе выглядит. У меня сын нравится с ней играть не только сейчас в ванну, но и просто так. Кстати, вот у этой фирмы, интересно, есть еще шарики для развития мелкой моторики. Вот я вам покажу, он мне здесь просто лежит. Чисто как антистресс, мне вот этой вот игрушкой и самому нравится. Одно время думал себе такой же взять. Просто мять в руках. Очень интересно. Еще я купил несколько видов рыбалок. Вот такой вот с сеточкой. Вот такая вот удочка с набором рыбок. И более серьезная удочка тоже с набором рыбок. Вот это вот стоило рублей, по-моему, 150. Это подороже. Но вот что мне вот в этой наборе, вот что понравилось и что не понравилось. Понравилось то, что можно вот так вот выдвинуть и получается, как натуральная удочка. А не понравилось то, что магнит никак не защищен. И ребенок, если разломает, то может проглотить. Магнит очень мелкий. Соответственно, то же самое относится и к рыбкам. Здесь магнит очень мелкий. И так же никак не закрыт. Но, тем не менее, поймать на удочку рыбку можно. Это вот что-то более дешевый вариант. Более дорогой вариант сделан поплотнее, более качественно. Но здесь удочка не выдвигается. Вот она типа уже выдвинута. Из минусов могу отметить, что она здесь расходится в некоторых местах. Что вроде для более дорогой игрушки не означает, ну, не означает, что она, что она, если она более дорогая, что она более качественна. Могу отметить, что мне понравилось. Здесь вот такой вот магнит, который находится в червяке. Который, опять же, червяк насажен на крючок. Очень интересный и более проводоподобный. Пластик здесь плотный, в руках держать приятно. Рыбки, кстати, тоже достаточно интересные. И на магнит ловится хорошо. Рыбка, соответственно, магнит тоже спрятан. Также в них есть какой-то наполнитель, чтобы они звучали. Вот такие вот лучеглазые рыбки. И вот еще рыбалка с сачком. У меня сыну прям очень нравится играть с этими рыбалками в ванной. Ну, вот эта вот игра им больше всего понравилась. В наборе идут две утки и вот такой вот пингвинчик. Сеточка. Из минусов могу отметить, что сеточка здесь достаточно такая пушится местами. Ну, пока не порвал. Пока играем. Вот, взял вот, купил такую вот рогатку для игры в воде. Могу отметить, что вот здесь вот такие мягкие шарики из нетканого материала. Слиншот. Вот эти вот игрушки для занятий, опять же, в песке. Вот этот вот набор по лесу. Шел в форму корабли. Рак и рыба. А также ведро, форма, грабли и лопата. Качество все достаточно хорошее. Вот такой вот самосфал. Он тоже шел в комплекте. Это вот тоже производство по лесу. Шел он в комплекте с такими граблями и лопаткой. Вот это вот ведро более большое. Тоже, кстати, по лесу. Винни его, друзья. Оно шло в комплекте с ситом. Формой Винни-Пух. Формочкой малина. Ну и неизменные грабли и лопата. Качество все очень хорошее. Вот еще вот такое вот по лесу. С майкой ведерком. Небольшим ситом. Граблями. Такой лопатой. И вот такой лопатой. Ну и еще я для ребенка приобрел вот такие вот. Большую лопату и большие грабли. Выполнены они из пластика. Но пластик такой очень приятный. Такой бархатистый. В руках аж держать приятно. Ну и вот в приятном таком фиолетовом цвете. Ну все. На сегодня мой обзор игрушек для лета закончен. Всем спасибо за внимание. Если понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. До новых встреч. До новых встреч.